Субтитры делал DimaTorzok Поехать 300 метров Но идти надо интенсивно Не долго метров 400 Пойдем, пойдем Да, совершенно верно Можно полетать Но то, что вы увидите Это уникальнейшее Даже среди уникального Сегодня день уникальной полигоналки Вот сверхуникальной полигоналки И у нас Какой пятый день Уже страшно сказать Наших путешествий Исследований Но туда немножко придется полезть То есть туда дороги нет совсем Но я хотя бы ее знаю Я ходил туда уже дважды Хочу заснять Тернистый путь Тернистый путь был по колючкам Это еще более-менее Что приходится преодолевать Какие россыпи камней Колючих Острых Слушайте, надо же Эти растения Они такие противные Они везде Колючие Но опять же Они колючие Чтобы Ну меньше Да, влаги потреблять Кислорода Ой, кислорода Воды Потому все и колючки Листья в колючке Вот по таким камням Анжелика, пожалуйста Не отстаем Иначе путь потеряется Снять Ты успеешь это снять Нет, это надо снять Эту дорогу надо снять Ничего себе Слушайте А здесь Друзья Сегодня пятый день И до наших вылазок По руинам Ой, дорога невероятно тяжелая По острым камням Вот такая площадка Очень важная А вот теперь А вот теперь Соотносите дорогу Которая нет Ни пидуальной Ни пидуальной Мы сейчас Позже распускаться Идем туда В полнете Робхать Господи Хоть чуть-чуть Анжелика, иди сюда Там тоже А там полигональный замок Вот отсюда Уложенный глянок Вон он Полезок Это самая большая Так вот Я про нее и говорила Я туда уже Анжелика Ты представляешь Это отсюда, ребята, кажется Вы к ней пока не подошли То, что Там будет Когда вы подойдете Мне Косаковский говорит В Альбеке Вы тут были с ним? Нет Здесь нет В Альбеке В Дидиме Максим Вот это что Самый большой храм А я говорю Виктор Что потерпите немножко Мы будем к нему приближаться Он говорит Макс Смотри Какая кинематографичность Какой эффект Чем ближе Ты подходишь Чем он над тобой Громощен Меняется Увеличивается Просто Разрастается В размере Кратно Так и здесь Это все Перестройка Конечно Но у меня один вопрос Как они сюда добирались Даже намека на дороги нет Ребят Нигде нет Ландшафт вообще дорогу Я тям Мы потом пойдем Другими дорогами Даже намека нет Если это россыпь Это не специально насыпанные Тропы То я не знаю Отдельный каньон Которому нет доступа Вообще Это только допустить Если тут плескалась вода На такой высоте Тогда как они построили Внизу Вот это все Понимаешь? Это может быть уже более позднее Когда вода сошла Она шикарная полигоналка Они все равно одного типа Ну они могли потом спускаться Может быть было знаешь Такое экстренное Поднятие воды Все что экстренно Уничтожит цивилизацию А это построено Техническими возможностями Я имею ввиду Что было экстренное Поднятие уровня моря И им пришлось всем Уйти на возвышенности Соответственно Строить там свои жилища Крепости Когда случается катастрофа Это должен оборудование Это катастрофа Она такого масштаба Такой экстренный подъем воды Уничтожит цивилизацию уже Ты будешь выживать На них строить Полигональные здания Такого масштаба Вот так вот И для кого? Нет, подожди У них могли быть Какие-то запасные варианты На возвышенности Анжелика Это дом Понимаешь? Это даже не замок Это дом Это небольшое количество людей На ничтожно малое Ничтожно малое количество Только суперкрутыми инструментами Должно вкладать Чтобы создать себе такое И то оно где-то должно брать Породу эту и все прочее У нас все равно не состыковки То есть возможности Либо ограниченного количества людей Суперинструменты Ну может быть это элита была Которая себе здесь строила убежище Элита не занимается строительством Она занимается своей элитарностью Элита не водеет Ну так подожди У них ведь могли быть рабочие Которые им строили это Элита оплачивает Никакой рабочий Ни за какие деньги В условиях катастрофы Не будет строить кому-то Это понятно Но до этого Они не могли перестраховаться И построить ее заранее На возвышенностях Что? Ты когда подойдешь Ты увидишь Что это такое И как там жить И зачем это Гробницы строить Вот такие заранее Зачем? Это от возможности идет Что могло быть позже Когда вода схлынула Когда случилась катастрофа Технологии утрачиваются Понимаешь? Такой масштаб воды Которой ты говоришь Что она должна была затянуть Это не объясняет Как они сюда забрались Зачем они здесь все это создавали Ты в условиях катастроф Строишь себе Минимальные условия Возможности ресурсы Используешь Потому что у тебя нет возможности Тратиться А это тратили Тратили Смотри А если они Во время катастроф Просто воспользовались Уже готовыми Ну ранее построенными Зачем им здесь их строить Ты просто увидишь Тут дороги нет Это не объясняет Как они сюда добирались Все равно Дороги-то здесь нет Только если они На чем-то долетали Дорог нет А это другой разговор Либо у них Либо у них Были технологии Летательные аппараты Либо у них были крылья Вот мы приходим Что они летали На чем-то Либо сами Либо сами Либо они левитацией Сами могли обладать Либо крылья имели Эти существа Это знаешь Такое ощущение Как гнезда орла Где-нибудь На высоко Идет сель И там без разницы Сколько у тебя денег Случилось землетрясение И летали просто Пачки долларов Дома падали У людей хранились Чемоданы Чемоданы С долларами И никому не важно Было на эти доллары Потому что выжить Задача была Это все Смотри А если вот например Ну так пофантазировать Случилась катастрофа У людей есть крылья Ну этих существ Они взяли и перелетели На те места Которые ранее были обжиты И там Ну переждали Это все Вода скрыла Молодые люди Мы спускаемся Мы спускаемся По тропинке Пожалуйста Мы же должны Как-то фантазировать Какие-то версии Выдвигать На основе увиденного Как-то же мы пытаться Объяснить это все Должны Нет Не должны Ну хотя бы Для себя понять Предлагать Опровергаемые версии Незачем Мое мнение Фиксировать состояние Когда накопится Большое Грандиозное количество Для обработки Тогда мы и предложим Мы не должны Более того Это вредно Сходу Накидывать версии Которые одна Другую Перекрывает Опровергает И почему Опровергает Чтобы отучить Люди ждут Мне пишут И вывод А нет вывода Не ждите И не будет И не должно быть Вывод Это система знаний Вывод Это не моя прихоть Если вы хотите По скалолазанию С навыками альпиниста Здесь Несколько Навыков должны быть Да Совмещены Скалолазание Бег По препятствиям По препятствиям По препятствиям Да Это реально Скалолазание Ну да Деотре сумку взять Да Сумку Не-не-не Давай ты зацепишься Отдай сумку Так легче будет А ты с рюкзаком лез Аллилуйя 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 Так еще обратно Молодец Молодец Андрюшек Молодец Покажи Свои растерзанные Ноги У кого еще У всех У всех Ух Здесь одни колючки Вместо растений Все стекающие кровью Одна я умная В брюках Да Но жарко Да Поле Спускаемся Выходим к части Полигонального Комплекса Ты посмотрите Посмотрите Какая Идеальнейшая Кладка Мегалитическая Полигональная Обдальмин Можно залезть? Обалдеть А какие виды Посмотрите Как это все сделано Идеально Идеальная Подгоночка Да Да Шикарная Стенка Имейте ввиду Здесь воды Много надо Мы еще даже Дольмены не смотрели Анжелечка Вот такая Вот В кое-то веке Полигональная Дольмина С уцелевшими Каменными крышами Три Три Целых три Прекрасно Сохранившихся Немного Разрушенных Вот это блоки Его Но это Добавка всему Полигональный Классическая Полигоналка Осторожно Ты прям снимаешь Ты прям снимаешь Смотри Книжки у меня есть Книжки Это хиссарин Трудно представить Это оно? Нет Это не оно Мы это следующее Здесь недалеко В Читарен мы пойдем Оно я сейчас тебе покажу Так я встаю вот сюда В тенечек Сейчас найдем Полигональные гробницы Они называются Потому что тип сооружений Олег можешь там подснять Оно работает Покажи еще раз Это я стою Вот Около вот этого проема Но тебе только оттуда надо Потому что фотографировано Вот оттуда Вот он Я стою Вот он Около этого проема Где Олег Вон наверху Этот камень Вот наверху Этот камень Круто Конечно Круто И все Выдохшиеся Путники Ребят Такого Там все идешь И они аж звенят Под ногами На удивление Увидеть это Очень мало Поэтому то что Мы можем Это увидеть Ну да Слушай Я вообще не знаю Кто вообще сюда Лазит В такие места Знаешь Почти никто Кристин И тоже Вот Андрей Приджун Наверное Решил Вообще Проявляется Ну Кристин Покажи Свои Проявляющиеся Царапки Андрюшек Это не царапки Это иероглифы Ты посмотри Что написала Это Как говорится Природа Выходите отсюда Это Это крестиноглифы Может быть Да На языке Древние Обрызгай Да мне нормально Побрызгай Побрызгай И это находится Вот по такими Утесами Огромными И на Уровне Еров 200 метров Наверное Сколько здесь Или больше Даже Каньон Там ущелье Просто какое-то Бесконечное Что ты делаешь Попробуй Ну что если он Летел Летел Раз и в окно Почему нет Были предположения Такие По Европейским Много Статуй С крыльями Да Женщины С крыльями На всех воротах На всех Арочных Небольшая Какая-то Комната И вся Из полигональной Кладки И крыша Каменная Вот блок Купал Я иду по стене В полигональной Накладке Вот передо мной Каменная крыша Этого сооружения Удивительное состояние Я тебя тоже снимаю Это здорово Это потому что Шажок Но шажок понимания Я надеюсь Что мы сделаем Еще много шагов В итоге поймем Для чего И даже если не поймем Мы просто полигонимся Ты можешь мне оттуда Показать свою книжечку На фоне вот этой вот Красоты А пешена-то какая Максим Мне покажи тоже Вот Это его книга Максима Написана На основании Исследований В том числе и Этого места Этого места Так, там что есть? А, вот еще одна гробница Либо она Под землей находится Ну, либо тут вообще Для собаки конура И везде полигональные стены Вот для чего Казалось бы Такое маленькое сооружение Друзья, вот это горная порода По которой мы передвигаемся И вот в ней встречаются Вкрапления Ракушек И вот каких-то Моллюсков Вот они не часто встречаются Но их тут вот видно А, Кристинка, ногу Тень-тень Ага Ну, ребята А я хочу все-таки заснять Как Макс не кричит Пока он не видит Я засниму Эту дорогу Мысль Это состояние Четвертое Представляете Какие препятствия Приходится преодолевать Это все очень сложное Очень сложная работа Тяжелая Вот видите Все это не растения Это колючки Это мир Самые острые Колючки Мысли И дальше Три мира огненных Поэтому Все тело изодрано Которые мы Уже супердушами Убиваем Вот уже встречаются Такие чаши Грубой обработки Мысли материализуются Мы с Анжеликой Вон погоду управляем Она не верила Я говорю Давай Загадывай Она сама была в шоке Ребят Ребят Колючка То есть если ты живешь правильно Тебя все Может вы просто умеете чувствовать Именно погоду И то не предсказание А именно чувствование Что будет Нет Мы уходим Дождь Мы просим Чтоб дождя не было И конкретно Он Покапал И считает А вы Наверное Друзья Мы подобрались Вот к такой огромной Боже мой Мегалитической стене Это что-то Это же мегалитика Мегалитика И полигоналка А внизу посмотрите Что это Как вы думаете Это блоки Или это Или это часть Или это часть Скалы Обалденно Передохнем чуть-чуть Полигоналка Полигоналка А сверху уже Как хочешь Угольные камни Как хочешь Угольные камни Смотри Огурец Видел Ну кроме вот этого Да Да Слушай Максим А что это за место Во-первых Во-первых Оно Не Высота Неизвестна до сих пор Если вы посмотрите По целой левой части Самая верхняя точка Которая 14,5 метров У нас идет То это Не финишный уровень Не выровненный То есть та же там Вон наверху У нас Где целая часть Нигде Римля не подстраивали Как могли Из сбитого камня На растворе Потому что они Больше ничего не могли Вот эта классическая Полигоналка Огромная Вот на фоне Кристины Вон там На углу стоит Кристина И тогда Только можно понять Насколько она Она же в камеру Не помещается Анжелика Понимаешь Нормально Вот она По углу У нас идут ряды Если вы посмотрите То ряд Ряд мегалитов Самые большие блоки Идут у нас Замыкающие Они с этого Они идут у нас Перпендикулярно Так 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 Закрепляют Дальше Чем выше мы будем Подниматься Тем блоки Будут становиться Меньше Потому что Это очень Рациональный принцип Организации Чтобы легче стена Была Чтобы она Безусловно Чтобы давление Снижать И распределять Эту нагрузку И большие камни Они спровоцировать Могут разрушение В отличие от меньших И чем мы Вниз спускаемся То очень четко Хорошо заметно Камни расширяются Увеличивается их количество Увеличивается их объем Интеграция С скальной породой То есть фундамента Как такового У полигональных Структур В отличие от античных Не существует Мы здесь не находим Мы найдем цистерны Но не найдем Подземелья Как таковых Которые являются Частью именно Античного сооружения Ну и полигоналка Более древняя Оно разрушено Оно часто Перестроено В античное А потом Перестроено Уже римлянами Маленькие получится И строить вот эти Большие стены Для кого? Если ты хочешь Разрушить эту полигоналку Ты ударяешь Тараном И она рассыпается То есть при ударной Какой-то центральной Силе Она будет рассыпаться У вас Она не несет у нас Защитную функцию В том виде В каком ее несли Замки Крепости Толстостенные Она у нас Двустенная Толщиной 1 метр А чем скрепляется Максим Чем совершенно Скрепляется Собственной массой Формой Размером И распределением Камней Вот смотри Я подойду И просто Чуть ближе Можно показать Вот смотри В чем Телефон Если мы берем Античный блок Любой кирпич Любой кирпич Он принимает Нагрузку сверху И прямо Передается В себя вниз В полигоналке Стой вот там В полигоналке Все иначе Вот смотри Внимательно Вот если Этот блок Принимает Нагрузку Верхнего блока Он сужен Он передает Ее на больший блок И он ее передает Распределяет На этот блок Сразу ушел И на этот блок Сразу Каждая плоскость У нас Является Принимающая Одновременно Вот она Принимающая И передающая Нагрузку Вот эта Например Часть Принимает Потому что Она наклонена А вот эта Ему передает Нагрузку Распределяет Ее сюда Дальше Они идут У нас Потому что Этот угол Распределяет Сразу на этот Больший блок И на этот Больший блок отдает ее скале это исключительно иррациональный случайные подгонки подделки совпадения могли бы быть если бы это было ну ну не 14 метров понимаете это крупнейшие полигональные мы стоим сейчас у крупнейшего полигонального сооружения я имею стены крупнейший полигональный в мире пока что других вот таких сохранившихся в оригинале целых такой высоты стен у нас нет нигде не в перу не в боливии нигде у нас нет ни в италии не греции и я таких с такой сохранности как вот у этого здания еще расскажи пожалуйста такой полигональная кладка для тех кто не знает полигональная проще перевести многоугольная кладка когда у нас блоки могут быть какой угодно форма если вы присмотритесь 3 4 5 7 8 я встречал говорят что есть до 16 углов но я таких явных признаков не находил вот просто посчитаем и просто как это тяжело состыковать просто посчитаем 1 угол 2 угол 3 угол 4 угол 5 угол и шестой угол шести угольник как и 7 8 угольники иногда явные прям вставки как вот тут трех треугольники но не иногда не совсем явные это вот по каким плоскостям поскольку нужно каждый камень подогнать под соседние больше того не просто по плоскости еще вот боковой лицевой они еще внутри имеет свою трапециевидную форму здесь мы увидеть это не можем к великому счастью что на стена целая и она пусть она хорошо бы была стоит хотя растение и и медленно наверно вы разрушают а как называется это место это место называется хисарин но это на тюркское турецкое название мы не имеем оригинальных названий до полиге аналка красивая что ты скажешь ни у кого не укладывается в голове адовую вакцину от к видя да как раз другую и вот там у нас запи написано что и он гелиус дает ему кубическую воде зачем это термин кубическое нам нужен вообще то что он характеризм он только путает ладья и ладья лодка поплыл на лодке но кубическое подразумевается указание на какую-то другую техническую форму это осколок какого-то знания который остался сохранился в мифе сейчас он вы поташен полностью потому что когда мы говорим я читал мифы древней греции спрашиваю надеюсь не акуни потому что это адаптивный вариант для детей где не варят заживо людей где не делают из них пироги подают античным богам потому что еще сто лет назад это людей просто расчлененка сплошная их подают кормят богам этих людей это все описано и некоторым богам это не нравится они воры как возражают но я думаю что изначально не возражали а ели потом уже немножко так для за ели чтобы заялись и чтобы смотреться красивее поприятнее немножко не такими кровожадными потому что все боги требуют чего крови жертв это все время но это демоны с точки зрения жертвы называют да но кто сильнее тот понимаете зев стал сильнее он его счета он становится владыка олимпа а до зевса на олимпе живет титан змеи подобный титан офеон аполлон становится прорицателем в дельфах основателем прорицания но до него там живет у нас пифон змей прорицатель которым местные жители просят лепешки с медом он не ест людей он лепешки с медом он мед любит понимаете природные и он там живет и помогает им предсказывать и пифе от слова пифон сохранилась это архаичная древнейшая титаническое у нас есть словосочетание удивительное труд то какой титанические мы говорим о грандиозных сооружений а это что анжелика как это назвать это титанический труд горные титаны которые живут местах недоступны для богов и людей мы сколько сюда шли с вами как сюда шли очень тяжело раз дошли значит мы титаны но признаков сюда дороги даже нет если те камни по которым мы шли это не дороги тогда я не знаю дороги для титанов при у таком при такой розе таком уничтожении сколько должно пройти вообще вред ты живешь это древнейшие же скалы эти они просто дышат древнейшими из древнейшего к нам приходится и это не крепости замки в которых прям прятались это дома потому что размерами на небольшую очень общинку на семью условно говоря вилла вилла с видом видовая на чудесный каньон вдалеке захотел полетел а какие они места выбирали сказочные ребята это же в общем в общем но я могу уже говорить я призываю читать якова мануиловича голосовки я призываю читать вам оригинал миф ну как оригинальный хотя бы более старые столетние полутора столетние читайте начало девятнадцать начало двадцатого века читайте что то что смогли добывать возрождение возрождение то чего возрождение того-то не античного мира вот об этом мы говорим но голосовки именно так реконструировал фрагменты о титанах и он нам представил титанов не монстрами потому что остались там все равно в сознании людей прометей остался давшим людям защищавшим от богов их и давшим людям дополнительные способности огонь они злые боги которые просто и измываются и уничтожают человеческий род и смывают его то и дело то и дело сотрясают землю то вал потопы нашли то еще что-нибудь не об этом речь мы как раз говорим о титанах как причем по античной мифологии создатель людей это прометей и его сын это не античные боги по просьбе античных богов прометей создает здесь у нас на планете земля адаптивный вид которым с которым старается олимпийцы соединяться совокупляться что он ведь не от того что был похотливый это бесконечное их похождение зевса и прочих совокупляются они а чтобы продать себе подобных попытка плодить полу богов но она похоже все равно не венчалась успехом вымерли те и те страшное страшно шпилась просто сколько мы видели этого как ты говоришь замеса я уже лекции могу спокойно выходить да ты можешь вообще без подготовки вообще без подготовки да потому что поток попадаешь и все у тебя не остановить чтобы попасть в поток я еще изучил голосов кир тоже попал в поток он откровение получил но он получил на основе огромной базы базиса знаний которые он с собственным трудом себе в сознании открывал читал начитывать две диссертации античной философии и литературе античной поэтессы сапфо защитил диссертацию вот о чем речь идет они которые потом на работа как ключик открывает действительно вот эту дверь уже уже откровение 40-е годы кому нужна стране индустриализации накануне уже скоро конец 30-х первая мировая закончилась революция прошла страна опять только-только поднимается накануне уже придет вторая мировая совсем все иначе социалистические стройки пятилетки за три года а тут голосов кир пишет сказание тиранах кому подпишет потому что не может не может дать держать информацию хочется поделиться он в будущее нам сейчас написал тем кто за нами придет написал это он только для нас это не для тех кто вот это будет видеть сам этого не для интересующихся написал не для всех информация только для тех кто будет искать пойдет по его пути потому что его нас дается у нас в детской литературе что конечно неправильно потому что мифы не подсказки да с установкой в этом классе проходит а пока еще сознание может сказку воспринимать то есть ты понимаешь как это все преподносится это байка что это детская литература что это художественный вымысел хотите читайте пожалуйста но это вот действительно фантазии автора вот а по факту у нас архитектура древнейшая подтверждает это подтверждает древнюю войну богов и титанов олимпийцев и титанов подтверждает наличие удивительного мира древнего о котором все забыли мы стараемся возрождать эту память она не наша но мы ее возрождаем потому что что каждый делает чтобы друзья здесь мы видим кладку но скорее всего она уже более позднее не полигональная но давайте посмотрим на чем держится эти камни что их связывает вот это связующий раствор состоящий из мелких камушков и какой-то какое-то связующее вещество посмотрите что-то типа цемента мы находимся на вершине на вершине каньона во дворце хисарин хисарин простите это дворец из полигональной кладки замок не дворец а замок из полигональной кладки это не само название 4 хисарин и мерзали это все да просто то есть вот место руины все вот руины никто не снять это друзья мы после длительного марш бар броска по острым камням по колючкам сколько мы преодолели препятствия это жесть вообще это не дорога это жесть единственное километра полтора было километра полтора да я думаю больше по пересеченной местности по острым камням мы просто все порвались просто в хлам порвались не одеждой ногами ногами просто вон крестинка ну-ка все ноги а что вы штаны не надевали а здесь петло страшное посмотрите что посмотрите одна я самая умная я хоть ноги нет не порвала зато руки и так друзья андрюшек уже в ауте андрюшек мы показываем как мы разорвали свою шкурку покажи и ты ногу ногу все ноги в общем друзья нелегкая эта работа нет конечно на пол набрать а покажите где мы были где этот далеко от туда где-то вот туда наискосок туда вот так по диагонали примерно вот вот где верхний склон какой-то интересный эффект на море ясную погоду виден кипр вон там находится в той стороне он и вот так решили подкрепиться восстановить силы не какуще мазать не надо не на я говорю нифига это должны это люди должны видеть какие усилия прилагаются для того чтобы вам показать минутную картинку так что ребята кристина и олег канал так строили андрей ганджела канал андрей ганджела максим канал забытые руины ребята это герои правда мы как говорится приблудшие к ним на несколько дней они занимаются этим постоянно то есть здесь кроме растительности никак не вообще ни одного лиственного растения нет нет одни колючки посмотреть здесь все растения состоят только из колючек трава колючая кусты колючие деревья колючие и поэтому чтобы продраться по какой-то тропинке идешь вот по такой россыпи камней это еще в лучшем случае они все острые все двигаются и вы знаете наступить там очень тяжело чтобы не упасть и помимо этого продираешься вот сквозь вот такое вот видите какие они все колючие высохшие вот видите вот это все что здесь растет и вот эти кустарники они все очень сухие и колючие вот посмотрите как они все ребята мы едем дальше всем пока меня оставили здесь друзья побежала загонять и и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...